Добрый вечер, дамы и господа. У микрофона Юрий Пранько на волнах радиостанции Финам-ФМ. Ежедневная программа «Реальное время». Продолжаем подводить итоги. Считанные дни, часы остаются до наступления нового 2011 года. И мы с экспертами подводим итоги года уходящего. Сегодня мой компетентный гость, член правления Института современного развития, Евгений Гондмахер. Евгений Шлемович, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое. Вы знаете, я на самом деле всем приходящим ко мне гостям задаю банальный вопрос. Ну и каково вам было жить в 2010 году? Я говорю не о личностных факторах, хотя возможно у разных собеседников и в личной жизни были события. Но по вашему мнению, все-таки 10-й год – год сбывшихся надежд или больше разочарования? Ну, скорее, конечно, разочарования. Потому что мы все, и эта психология очевидная, но в основном у тех людей, кто не находится в состоянии депрессии. Такие тоже у нас люди есть. Ну, я к ним не отношусь. Я думаю, все-таки большинство тоже не относятся. Но мы все всегда надеемся, конечно, на лучшее. Конечно, знаем о том, что может быть и плохо. Мы всегда надеемся на лучшее. И, конечно, этот год все-таки не оправдал, скажем так, вот этих надежд на лучшее. В чем? Вот в чем, Евгений Шумович. Какие индикативные моменты, факторы говорят о том, что год – год разочарования? Ну, дело в том, что мы сейчас находимся в такой позиции, я имею в виду всю нашу страну, когда надо все-таки принимать какие-то решения. Любые. Любые. Ну, решения. Не болтаться в таком, знаете, желеобразном киселе. Вот тут кто-то, по-моему, там с каких-то высокопоставленных людей сказал, что наша политическая система, как кисель вот такая болта, вот она колышется. Ну, и вот студень такой, да, мерзкий. Так вот, ну, дело не в том, что, конечно, изменения ради изменений. Ну, принесу плохое слово, которое уже всем надоело – модернизация. Которую уже всех заболтали по полной программе, но вот именно потому, что его заболтали в этом году, в уходящем. Собственно, это главный негативный итог. Потому что раз мы сказали А, ну, так нужно было сказать Б, вот нужно было сделать какие-то абсолютно конкретные вещи, которые были бы расценены как, собственно, начало этой модернизации. Пусть он как угодно называется. Вместо этого мы получили, ну, допустим, напрямую линию с премьером. Я даже не буду говорить про Ходорковского, там, про Немцова. Ладно, я как экономист. Я вот в своем блоге там сделал комментарий, я назвал «Премьер и экономика». Так, я бы сказал, неожиданный ракурс для Евгения Гундмахера, доктора экономических наук. Ну да, я просто решил понатализировать, что нам представитель правительства показал, он же дал очень оптимистическую оценку этого года. Ну, например, я не ставлю под сомнение цифры, которые он привел, они все правильные, это Росстат считает. Но, да, это немножко по-другому. Ну, например, там 3,8% рост ВВП, да? Ну, хорошо, давайте мы посчитаем. Это очень легко. Значит, для того, чтобы достигнуть, я имею в виду, на душу населения, конечно, чтобы у нас ВВП было, как сейчас, в нынешних развитых странах, если, допустим, они в нулях будут еще много лет. Арифметика, 25 лет. Нужно, 25 лет. То есть, ну, скажем так, я не знаю, Юра, как вы, но я сказал бы так, не при нашей жизни. Ну, вот, в основном, не при моей точной. Хотя, ну, я понимаю, что есть молодые, которые, может быть, доживут, но вопрос-то в том, что и те страны, конечно, не с нашими темпами, да, конечно, не 4% этого для них, но 1-2% это развивается. Я не говорю про Китай, который нам поджимает, на пятки наступает. Страны БРИК, кстати, это же Бразилия, там, Индия. Но получается, что эти 3,8%, я понимаю, это лучше, чем было в прошлом году. Когда было падение, там, чуть ли не 9%, да, это лучше. Но этого недостаточно. Вот, собственно, индикатор, вот вы говорите, модернизации, даже не в темпах роста, а в оценке темпов роста. Темпы роста во время модернизации, какой-то определенный период, могут быть и нулевые, потому что мы понимаем, что-то закрывается, что-то открывается, где-то там идет, знаете, перетекание, капитала людей, все, это сложно. Ну, это нормальное явление. Это сложный период, может быть и ноль. Но оценка, а тут нам говорят, ну, 3,8%, все, ребята, мы вышли из кризиса, у нас впереди все, так сказать, отлично, и так далее. То есть вы не разделяете такого благодушного настроения. Абсолютно. То есть мы этот год потеряли. Почему? Потому что, ну, известны данные Центробанка, например, о том, что идет отток капитала. Причем он больше, чем прогнозировалось. Понимаете, они прогнозируют. Да, кстати, вернемся к темпам роста. Даже Министерство экономического развития дает официальный прогноз на следующие два года, что будет не выше. Вот сейчас 3,8%, ну, будет 3, там, 4 и так далее. Понимаете? Потому что нет источников для того, чтобы Россия начала реально развиваться. А источник, снова, если мы разложим эти 3,8% роста, ну, половина. За счет того, что нефть держится, вы знаете, сейчас она уже более, чем 90 долларов за баррель. Вот там есть цифры. Я даже посмотрел в этом своем блоге, посмотрел на структуру нашего экспорта, импорта. Все прекрасные специалисты говорят, нефтяная, газовая и прочая зависимость увеличилась за вот эти там последние годы кризиса, и в том числе за ушедший год. То есть кризис не стал периодом, я уж тоже боюсь назвать, задасканное это слово, реструктуризация экономики. Ну, перелома в тенденциях, Юра, понимаете? Вот есть тенденции, которые нас тянут вниз. И вот кризис действительно был удобным моментом, кстати, сегодня Медведев сказал, на встрече с главными начальниками наших телеканалов, он тоже сказал то же самое, что кризис был удобный момент для того, чтобы немножко чего-то, тенденции поменять. Вот, но как оказывается, нет. И он, кстати, сказал, что если мы сейчас все-таки не начнем модернизацию, то потом когда-нибудь ее все равно придется начинать, но в намного более худших условиях, с большей ценой. В чем причина? Ну... Вот все все понимают, да? Ну, причина, конечно... Я думаю, что на самом деле и тот же премьер Путин тоже это прекрасно понимает. Да, конечно, нет, ну, конечно. Нет, ну, Владимир Владимирович блестящий, конечно, пиар-менеджер самого себя, здесь что тут говорить. Он это очень хорошо умеет, без и без иронии. Вот, но одновременно он является премьер-министром. Вот, есть такие две должности. Знаете, если бы он был, допустим, лидер какой-то партии, реально, которая претендует на жесткой политической борьбе, на выигрыш там, в Думу и так далее, блестяще. То есть, ну, просто завидую. Хотя я на это не претендую, но вот. Но как премьер-министр, конечно, который отвечает за экономику, за социальные вещи, он, конечно, должен был немножко по-другому это все говорить, понимаете. И я бы сказал так, понимание, конечно, есть. Потому что вся информация имеется. Я вам даже должен сказать, что даже внутри правительства мы же видим публично, как это происходит, когда, допустим, господин Кудрин неоднократно выражает недовольство по поводу того, что происходит. В открытую причем. В открытую причем. Ну, на Биулина, кстати говоря, и так далее. И при этом вот такая, так сказать, ситуация. Проблема, знаете, в чем? Я, словно, не буду касаться политики, что у нас там бюрократия, элиты. Хотя, пожалуйста, если вы спросите, я могу на это ответить. Но мы же сегодня с психологией начнем. Психология по-прежнему у наших руководителей преобладает такая. Не беспокой беспокойство, пока оно не побеспокоило тебя. Есть такое, знаете, выражение. Очень мудрое, на самом деле. Потому что, ну, хорошо, ну, да. Ну, вот была манежная. Ну, да. Ну, вот, видите, милиция кого-то там заарестовала. Потом 15-го, по-моему, там числа кого-то арестовали. Ну, вот сейчас на Новый год будут милиционеры в усиленном режиме ходить кого-то забирать и так далее. То есть, ну, все это не вылилось, к счастью. Что-то такое, знаете, совсем уж массово неконтролируемое. Там, баррикады, там, стрельбу. Слава Богу. Ну, все, давайте успокоимся. Да, вот нефть там 91, там, 52 доллара за баррель. Ну, некоторые инвестдома даже в последующем году дают и 100, и 110. Да, будет 100, 110 долларов. Ну, какие проблемы? Там кривая вывезет. Знаете, есть очень много русских народных пословиц там, да, пока гроб не грянет там, ну, и всякие прочие дела. Вот ровно, и это психология. Но, может быть, тогда действительно стоит не демонизировать ситуацию. Может быть, ну, 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 вот-то, ну, да, без модернизации, без реструктуризации, ну, и что там. Малый-средний бизнес сейчас в тени выбьем после вот этих знатных решений, да. А вы сегодня слышали, Владимир Владимирович, на встрече с малым бизнесом по Нижнем Новгороде. Узнал. Что, оказывается, на взятки малый бизнес чуть ли не триллион рублей тратит. Узнал. Да, он узнал. Слава богу, что узнал. Нет, может быть, он и знал. Не знаю. Но он выразил удивление, конечно, возмущение, правильно, этим фактом. Но, ребят, ну, снова же мы будем с этим жить. Вот с этим мы будем жить. Причем эксперты не я. Я не считаю себя экспертом по нефти, газу там. Есть люди, которые этим занимаются. И, кстати говоря, Институт современного развития тут подготовил доклад, я думаю, скоро он будет озвучен по перспективам нашим нефтегазовым. Но там вывод очень простой. Нам в экономическом смысле, я имею в виду, чтобы мы стали современной страной, уже не помогут любые цены. Ну, хоть 200. Не помогут. Не помогут. Ну, хоть 200 долларов за баррель. Ну, ну, в самом лучшем случае. Если будет какое-то благоразумие, ну, снова сделают стоп-фонд. Как когда-то, помните, было вот, ну, некую подушку. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Но снова же все прекрасно понимают. И специалисты из рубежной страны, и наши тоже специалисты, что это все абсолютно малореальная ситуация. Ну, хорошо, сегодня 200, послезавтра 20. По газу мы вообще уже падаем. По газу, рынки, снова я не специалист, я читаю, я общаюсь и вижу, все в один голос говорят. У меня, на самом деле, я вот в своих программах тоже уже неоднократно говорил, по поводу «Газпрома» у меня очень большое беспокойство. Не столько по этой компании, как таковой, сколько по отрасли. Да. И та ситуация, которая складывается на европейском рынке для российской компании, да, плюс фактически уже приход, не то что там заход, а приход Китая в Центральную Азию, я имею в виду построенный трубпровод Туфменистан, да, и так далее, и так далее. Ну, Евгений Шрамович, ну я вот, я на самом деле, я не могу понять. Ну, если все это все понимают, то почему? Так вот, нет, вот я почему говорю, что что-то надо принимать, какие-то решения в любую сторону. Ну, я, конечно, сторонник решений, понятно. Демократизация, приватизация, развитие бизнеса, действительно, там, борьба, там, с этим государством самим. Я понимаю, что само государство с собой бороться не может, но что-то с ним надо делать. Вот что-то с ним надо делать, с этим государством, потому что оно является главным барьером на пути. Хорошо. Есть другие варианты, но, конечно, можно... Нет, ну, теоретически говоря, я лично считаю, что то, что произошло на Манежной, оно дает очень хороший повод для некоторых горячих голов у нас, там, наверху, сказать, ну, ребята, ну, не дозрели мы до демократии, смотрите, фашисты на выходят, ну, нацисты, нацисты выходят на улицы и сказать тому же Западу, с которым, видите, мы, видите, в Собаме живем в хороших личных отношениях, он ему позвонит, скажет, дорогой Барак, ну, ты понимаешь, что вот выбери ты, вот, как Соединенные Штаты и там и прочее, либо здесь начнется нацистская нацистская революция, то, значит, людей будут бить по лицу, вот, по очкам, а кого-то за бороденки будут дергать. На то время уже рекомендованы их сбрить. Ну, да, ну, все будут сбривать, да, и снимать очки. Вот, значит, либо тут, значит, будет, да, такая, ну, стабильная, такая, знаете, жесткая система, когда все будут ходить по струнке, вертикали какие-то будут выстроены, ну, я не знаю, скажет ли это Медведев, я думаю, что это вряд ли, это он может сказать. Ну, кто-то из людей, которые там, и, как всегда, там же вы понимаете, выбор какой, иметь вот это огромное пространство российское, да, на котором непонятно, что происходит, где еще ядерное оружие вообще-то есть, большое количество, вот, есть Китай под боком, вот, или иметь такую, ну, стабильность, хорошо, ну, на 10-15 лет снова тут все будет вот так, что под контролем. Вот, то, что вы показываете, я просто поясняю, слышно, да, закрутить, подморозить, подморозить, подморозить. Ну, это еще красиво называется российский консерватизм. Ну, я не... У некоторых господ, товарищи, если... Ну, возможно. Ну, вот, то есть вы считаете, что власть фактически показала недоразвитость общества, неготовность его к изменениям, и единственный вариант для нас это сохранение вот этой пресловутой вертикали и такого авторитарного режима. Вертикали нет, вертикали нет, и поэтому у нас все вот это и случается, потому что вертикаль когда-то, может быть, в начале 2000-х, когда ее тоже, может быть, не было, ее там Путин стал выстраивать, что-то выстроилось немножко, а потом она снова развалилась, деградировала, потому что люди ставили быстро деньги. Понимаете, тут вот даже не проблема в исполнительской дисциплине, там все. Ну, появились деньги, которые можно было и все. Осваивать. Да, осваивать. И тут какая вертикаль. Поэтому сейчас как раз и некоторые люди могут сказать, ну, давайте мы эту вертикаль восстановим. Да, вот давайте мы восстановим. И, знаете, вот как бы это заманчиво. Ну, это же заманчиво. Это простое решение. Да, там эти вот-вот загончик для... Это глупое решение. Вот загончик для общественников. Ну, хорошо, Пушкинская площадь. Значит, раз в месяц, пожалуйста, ребята, выходите на Пушкинскую площадь, что-то там говорите, там, нет, проблемы поговорили, разошлись. Ну, все равно решение примем такое. Конечно, это не Белоруссия, где будут там дубинками там загонять там в эти СИЗО и так. Нет, на это надеюсь. Вот. Или там партии, да. Ну, вот есть, ну, а же есть оппозиционная партия. Там КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, в конце концов. Ну, пожалуйста, вот. Митингуете. В Сенате, да, вот там еле-еле протащили этот договор, да, Обама. Ну, там реально же был сопротивление. Протащил, молодец. Нужен его. Но у нас же тоже оппозиция. У нас же КПРФ сказал, будет против голосовать. Там, ЛДПР будет против голосовать. Чем не такой рзац, на который все закрывают глаза? Все все, как бы правильно сказать, все все понимают. Но, это, знаете, такой латиноамериканский вариант. Я напомню. Помню, был 50-е годы, 60-е годы. Там были сплошные диктатуры. Да. И, ну, что делали Соединенные Штаты в тот период? Они на это закрывали глаза. Они, помните, как было сказано? Сукин сын. Ну, наш, сукин сын. Ну, я помню, а самоса был такой диктатор в Никарагу. Сидел там, по-моему, лет 30. Если там не больше. Ну, это их устраивало. Я, основа же, я не хочу бросать камень там во запад там. Все, это их проблемы. Но я к тому говорю, что это очень заманчивый вариант. Ну, мне представляется, что на самом деле это может быть, на первый взгляд, действительно легкое решение, да? Соблазниться. Ну, оно недолгновение. Но оно глупое. Конечно, глупое. Потому что какие сколково. Юра, тут... Это окончательное сползание в деградацию, причем, всех институтов. Естественно. Тут возникает сразу вопрос. Что мы тогда про это сколково говорим? Что мы говорим про какие-то там нанотехнологии? Вот в такой ситуации, вот в таком режиме, ну, как бы люди такие не выживают. Тем более, я, знаете, недавно видел цифры. По-моему, в этом году уже, вот есть такая статистика официальная, выехало в Соединенные Штаты, только в Соединенные Штаты 20 тысяч наших специалистов. 20 тысяч? 20 тысяч. Специалистов. На работу. По контрактам. Нет, они не расстались с российским гражданом, они не получили американских граждан, они поехали на работу по контракту, это только в Соединенные Штаты. Значит, несколько тысяч в Израиль, несколько тысяч в Европу и так далее. Ну, выехали не самые худшие, мы же это прекрасно с вами понимаем. Ну, пожалуйста, вот лауреат Мобильской премии, по-моему, Новоселов, да, вот у второго, по-моему, нет российского паспорта, у Гейма, а у Новоселов есть российский паспорт, он российский гражданин. Но он работает, по-моему, в Великобритании. И он не собирается возвращаться. И он не собирается, понимаете, и... Даже когда его официально пригласили. Конечно, снова же можно закрыто сделать железный занавес, там, ну, я думаю, что этого уже совсем за гранью добра и зла. То есть все равно будет возможность куда-то выехать. Ну, хорошо, Украину, в конце концов. Ну, и так далее. То есть мы в этих условиях, да, в первое время, наверное, какая-то часть общества будет радоваться, говорит, ну, наконец, порядок. Ну, вот пришел порядок. А будет ли порядок? Подождите, Евгений Шканович. Я что-то очень сильно сомневаюсь. Слушайте, ну, когда Гитлер пришел к власти в январе 1933 года, он начал вообще наводить порядок. И, между прочим, значительная часть общества это поддержало. Это мы помним. Что они потом получили, это тоже все прекрасно знают. Вы знаете, как он, например, сделал так, чтобы люди не ездили на электричках без билетов? Тогда, ну, в результате деградации, которая была в Германии после поражения, эти все Версальские договоренности, там, ну, развал у них действительно был в 20-е годы. Люди, немцы, перестали платить за проезд в электричках. Не рассказывали сами немцы. А мы просто, там, буквально в 1933 году штурмовики остановили пару электричек, вывели всех без билета, просто расстреляли. И все. И после этого немцы стали ездить с билетами. Фиктивно, я имею в виду. Да, да. Доходчиво, я бы сказал. Нет, ну, понимаете. Ну, может быть, это не книги миф, но похож на правду. Есть соблазн таких решений у нас. Абсолютно. Ну, не верю я, на самом деле. Ну, я тоже, нет. Я надеюсь, что этого нет. И мне представляется, что, на самом деле, вот те люди, которых мы часто называем элиты, да, я тут встречался с Явлинским, да, и он говорит, элит нет в России. Правильно. Их растворили. Элита у нас, это человек 50, которые реально участвуют в принятии стратегических и не только решений о судьбах нашей страны. Все остальные люди, к которым относятся, и Григорий Алексеевич, и я там, и вы там, ну, кто себя считает элитами, ну, мы можем еще что-то говорить. Но, знаете, вот вопрос. Но дальше разговоров ничего не идет. Ну, послушайте, ну, вот я перейду все-таки на свою тему социальную. Не в смысле там, я не буду обсуждать все эти там вещи конкретно, это, видимо, тема другая. Ну, например, вот пенсионные дела, да. Но ведь, когда начинали вот эти последние всякие там новации, да, то все эксперты, немногочисленные, кстати, у нас их очень мало, реальных экспертов по пенсионным делам, кроме говорунов каких-то, их вообще на пальцах, ну, двух рук можно пересчитать. Все говорили, что так делать не надо. Сделали так, как сделали. Хорошо. Сейчас вдруг начинает, а, ребят, ну, давайте приходите снова дискутируйте. Никто не хочет. Вот я не хочу, потому что абсолютно бесполезно. Ну, я приду, я буду 25-й раз рассказывать то, что вообще давно известно, я знаю, что все равно будет по-другому. Вот больничные листы, вот сейчас женщины, да, беременные. Но ведь о том, что не надо это делать, ну, ладно, я, но очень многие эксперты, просто посчитав, четко давно сказали, в том числе публично, что, ну, с одной стороны, мы призываем увеличивать рождаемость, мы хотим, чтобы женщины при этом особо не страдали финансово и так далее. С другой стороны, принимаем... Ну, да, даже появились предложения, там, зарплату им платить или с госбюджет. Ну, нет, ну, это да, да. Ну, это пока не реализовано, но реализовано это другое решение, которое часть этих женщин, которые уходят по беременности родам, ущемляет. И они, значит, вынуждены были, вы знаете, пикеты устраивать у Минздрава. Сегодня Медведев сказал, да, вот я посмотрел, как реакция какая, хотя он подписал. Он подписал. То есть решение принято. Да, закон с 1 января вступает в силу. И, между прочим, ему ведь докладывали, я же знаю эту процедуру, потому что перед тем, как он подписывает, проводится анализ в администрации президента того, что президент должен подписывать. Не просто, знаете, механическое. Да-да-да, мы не с ним подписали. Сам он, может быть, все не читает. Но есть к этому справочка, которая говорит, какие-то последствия. Я не знаю, не видел этого. То есть риски положительные, специальные стороны. Да, и он сегодня же сказал, что надо возобновить обсуждение. Например, я буду, видимо, просить, не знаю, депутатов, чтобы они быстренько поменяли, что теперь женщина будет сама выбирать период, за который ей будут насчитывать заработную плату для этого пособия по беременности и родам. Это было предложено давно и не мною. Я просто знаю людей, которые об этом говорили. Кстати, в том числе депутаты Государственной Думы, которые не голосовали за этот закон. Так какой смысл быть, участвовать в дискуссиях? Это имитация, Юра. Ну, это имитация. То есть Россия превратилась в страну имитации. Имитация. Так я о чем говорю? Вы говорите, элита. Так вот эта элита, вот она вся, ну как, ну кто-то у кого-то свой театр, кто-то там играет молодцы, так, ну кто-то книжки пишет, хорошие книжки есть, читают, это все, но когда дело доходит до дела, ну когда все-таки судьбы о решении страны должны принимать не 50 человек. То есть решение, конечно, принимает, условно говоря, президент, премьер, там, ну, не знаю, большинство в Думе, это их функция, это их работа. Но это выражение воли все-таки, ну хорошо, скажем, большинства. При том, что учтены интересы меньшинства. Понимаете? То есть это очень важно. Вот этот вот баланс. Так какой смысл вообще, что называется, биться, как рыба об лед? Понимаете? И что получается? И люди, естественно, вот такого, я со многими же разговариваю, они все сидят на чемоданах. На самом деле, вот вы говорите, этот год в этом смысле прошел абсолютно никак. То есть ни туда, ни сюда. Ну, может быть, действительно, как сказал правильно Греф, когда кончится нефть, начнутся реформы, правильно сказал, можно прощать. Может быть, действительно. Но теперь я уже скажу, при нашей жизни это произойдет. Ну да, но нефть никогда не кончится. Хоть сколько-то она будет стоить. Я к тому, что фактически осталось вот следующий год. Следующий год. Вот я просто знаю очень многих людей. Потому что если в следующий год. Ничего не будет в следующем году. Да, если ничего не будет, если мы с вами через через год. Встретимся и будем ровно вот... Так же говорить о том, что это год упущенных был надежды возможностей. Я вам скажу так, очень многих там в момент уже не просто сядут на чемоданы, они их будут уже просто паковать. Имеют уже билеты и где там, соответственно, жить. Потому что возможно сейчас, ну понятно, недалеко не для всех, но 10-15% людей имеют такие возможности. Тот же самый даже малый бизнес. Вместо того, чтобы платить вот эти взятки, ты их собери там за пару-тройку лет, эти деньги, чтобы отдавать там каким-то чиновникам, ну купи себе домик там в Черногории, в Болгарии, в Чехии, в Латвии, ну и так далее. Все. Какие проблемы? Кто побогаче, так может быть там и в Лондоне где-то. И все. Понимаете? И поэтому как бы в этом смысле у меня, конечно, чувство такого глубокого, как раньше говорили, неудовлетворения. Евгений Федорович, может, нагнетаем? Вот вы знаете, часто меня стали винить в том, что вот я критикую правительство, там премьера, раскалывайте тандем. А после того, как, в общем-то, либералов поставили в один ряд с нацистами и жлобами и посоветовали сбрить бороденки и все остальное, да? Но можно, конечно, восхищаться хамовитостью отдельных фигур, ныне управляющих страной. Я отдаю должное господину президенту, который все-таки не позволяет себе. У него периодически проскальзывает подобная риторика, но это все-таки не основной массив, да? Я просто вот тогда хочу вот из этой всей картины понять, может, мы правда нагнетаем? Ну, может, правы те, кто говорит, да ничего страшного, ну, грохнули мы там пару сотен миллиардов на помощь автовазу, ну и ладно, там выплывем, да? Вот сейчас будет там баррель 100-110, да? А по всей видимости, благодаря решениям Федрезерва по количественным смягчениям, это так и будет продолжаться, да? Скорее всего, она действительно будет 100 и 110, вполне достижимы эти результаты. Ну, вы меня простите, как говорит нынешняя молодежь, ну и нафиг нам нужны эти модернизации, инновации, да? Ну, жили же! А то, что эти 15% и уедут, ну, один известный нам с вами человек сказал, ну и валите, границы открыты. Ну, да, да, да. Нет, я бы сказал так, Юра, в любом обществе, в любом обществе, ну, кроме, конечно, общество типа Северной Кореи, всегда есть разные люди. Ну, там отдельный диагноз. Там отдельный, да, но в любом обществе. Да, большинство, большинство в любом обществе, даже в западных, в нашем обществе, оно, конечно, до последнего не хочет никакие решения принимать, потому что, ну, пока у тебя есть кусок хлеба, ну, у тебя сейчас там кусок масла не 100 грамм, а 80 грамм, ну, у тебя все равно он есть, ты не умираешь с голоду, и так далее. Вот, поэтому большинство, оно всегда боится, действительно, каких-то реформ, каких-то там изменений там, и так далее, и так далее. И для них вот эти слова и говорятся, потому что эти люди, когда говорят, вот, вот эти вот, они раскачивают лодку, вот они там нагнетают. Слушайте, ну... Сдают новые модные тренды. Да, да. Зачем? Вот вы же хорошо живете, у вас все в порядке там, а эти вот какие-то люди, они хотят это все поменять, вы работы, может, лишитесь, еще там что-то, и так далее. Вот, это... И вообще они могут быть агентами Запада. Ну, да, но это в любом обществе есть. Правда, не знаю, на Западе или говорят, что это агенты Востока. Не могу сказать. Вот, но если общество нормальное, то в нем есть какой-то процент, вот вы говорите, элита. Не только элита. Процентов 10-15 людей, которые всегда будоражат ситуацию. Ну, в хорошем смысле. Конечно, в рамках закона не ходят там стекла бить, это ясно. Но они всегда... Как раз они-то, мне кажется, и являются адептами соблюдения верховенства закона. Так правильно. Эти люди, может быть, они в чем-то и ошибаются. Я не говорю. Они, по крайней мере, они наружу, что называется, вставят какие-то вопросы, которые где-то подспудны, которые вот большинству, ну, не видно большинству этих вопросов, ну, в силу разных обстоятельств. Ну, люди, знаете, своими делами там, к ним таких не надо привыкнуть. Это тоже нормально. Это нормально. Да нет, это абсолютно нормальная ситуация. Еще раз говорю. Вот. И когда, значит, этих людей начинают дубиной по голове, да, или там еще что-то, говорить, что они подстрекатели, они там нагнетатели, вот это болезнь. Вот это... Потому что вот с этими людьми, да, среди этих людей часто бывают какие-то люди одержимые, может быть, даже полусумасшедшие. Это в любой стране, еще раз говорю. Но не учитывать как-то мнение этих людей нельзя. Вот это сто процентов. Понимаете? Худший вариант, это, конечно, загонять их в всякие резервации. Это худший вариант. А помягче то, что сейчас, собственно, и происходит. Просто не обращайте на это внимания. Ну, вот вы сами по себе. Ну, знаете, такие параллельные России. Вот Россия, да, как было сказано, большинство это поддержало. Помните, как с гимном, по-моему, созвращим. Ну, большинство поддержало. Все. А что касается вот тех остальных, кто не поддержал. Ну, как хотите, так и живите. Потому что большинство-то, оно вас же всех задавит. Да, но, насколько я помню, все-таки демократия, а в нашей Конституции записано, что российское государство является демократическим и республиканским по форме своего управления, да. Все-таки главный, принцип и парадигма демократии, это большинство учитывает мнение меньшинства. Ну, не просто учитывает, а находит определенный баланс. Потому что, если баланс нарушен, то здесь рано или поздно начинают вообще создаваться трещины в обществе. Вот манежка. Ну, вот классическая такая трещина, да. Или всякие вот ситуации, там говорят, левые радикалы, там еще там чего-то. Вот. Когда люди начинают свою вот эту накопившуюся энергетику, которую не направили, вот на то, чтобы действительно с ними разговаривать, компромиссы, диалоги, да. То есть не обязательно соглашаться, вести диалог. Ну, конечно, да нет, ну, конечно. Никто же не говорит, что надо идти на поводу меньшинства. Правильно. Демократия все-таки, это когда есть правящая партия, которая получила большинство и прочее. Но, если эта партия начинает хамить по отношению к тому меньшинству, даже, может быть, 5% населения, просто хамить, то тогда, извините, эти 5% это же тоже сила. Среди этих людей тогда начинают появляться какие-то... Ну, конечно, экстремисты, действительно. Провокаторы. Бомбисты. Ну, вспомним царский режим. Ну, как это бы это... Помните, когда пошли образованные люди, да, народной волей, стали кидать бомбы в грандоначальников и царей расстреливать. Ну, сколько их было процентов тогда в России? Там 0,0 там 1 десятая. Ну, потому что они говорили, если бы действительно там, условно говоря, была конституционная монархия, если бы Александр II не пропустил все-таки этот момент, при всех его заслугах, то, наверное, этих людей бы не было. Они бы заседали в парламенте. Понимаете? Может быть, они там были бы в опаде. То есть вы проводите некую аналогию с нынешним временем? Конечно, конечно. Ну, безусловно, безусловно. Потому что, я вам скажу так, что вот говорят... Вот почему мальчишки, да? Вот мальчишки, девчонки, вот они вышли на улицы, да, вот... Да-да-да. Кричали там что-то. А потому что на кого они могут равняться, с кого они могут брать премьер? Понимаете? Нет выбора. Нет выбора. Сегодня, конечно, я был сегодня просто... Смеялся громко, слушая диалог Дмитрия Анатольевича с этими тремя нашими начальниками телеканалов. Когда он им сказал, ну, сущую правду, что, ребят, ваши новости и реальная жизнь, они как-то в двух разных плоскостях находятся. Ну, он повторил то, что сказал Парфенов, да? И эти люди говорят, да нет, вы что? Это редакционная политика, это у нас нет никакого цензура, у нас свобода, там, то все пятое-десятое. Понимаете? Это называется самоограничение самих журналистов. Я понимаю. Я понимаю, что им каждый день, каждые пять минут не звонят и не говорят. Но поставлены такие люди, которые это делают сами. Ну, иногда они все равно советуются. Это сто процентов. Вот. Мы знаем-то про совещания, которые проходят и прочее. Но, конечно, они именно поэтому поставлены на эти места. Потому что, действительно, они так всегда говорят, вы знаете, у нас эти оппозиции, какие получили возможности для того, чтобы быть в телеэфире? Они имеют только Шизюганова, там, того же Жиреновского. А, между прочим, сегодня Медведев назвал в числе политиков через запятую. Без эпитетов. Вы же слышали, да? Он назвал Касьянова. Вообще, Нонграда, фамилия для президента. Касьянов, Немцов, Лимонов, Каспаров. Понимаете, вообще-то... Там была даже такая фраза, что они... И где эти люди? Где эти люди? Дайте им пять минут. Хорошо, я понимаю, что у коммунистов больше силы. У них в Думе там фракция есть. Им надо дать, может, три часа. Ну, дайте возможность... Слушайте, ну, по логике некоторых товарищей можно... Они тоже политики. ...и господина президента обвинить в раскачивании лодки. Да не знаю. Наверное, если вот так подходить к этим словам, и то, что он сегодня, кстати, сказал насчет процесса Драковского, что вообще никто не имеет права. Потому что ни одно должностное государственное чиновник, ни один, начиная с президента, давать оценку, когда нет приговора. Ну, я вам хочу сказать, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, уже в эфире Финамоффом откомментировал это. И было сказано, что Владимир Владимирович имел в виду, безусловно, первый процесс по ЮКОСу, а во всем остальном он полностью согласен с господином президентом. Когда Владимир Владимирович сказал насчет мозгов, которые обнаружили там где-то в гараже. Помните там был эпизод? Да, я помню, да. Говоря про убийство мэра Нефтьюгарска. Да, и привязал это, конечно, к Ходорковскому и Лебедеву. И до этого, помните, не раз говорил, что у них там руки по локоть в крови. Доказательства? Доказательства? Это все-таки человек премьер-министр, а до этого он был президентом такой страны. Если у тебя есть доказательства, значит, ну, как был сегодня Медведев сказал, мне принесут, я дам поручение генпрокуратуре. Значит, почему нет поручения генпрокуратуре? Я думаю, что если бы такие доказательства были, они бы точно всплыли. Поэтому, знаете, комментарии там, комментариями, а жизнь это жизнь. Все поняли, как это поняли. Как вот, когда он на миллионы людей, которые смотрели прямую линию, он сказал одно, да, потом он действительно там стал оправдываться, что это действительно не относится ко второму приговору и так далее. Но миллионы слышали, на самом деле, другое. Это очень точный и ясный пиар. Я напомню, сегодня у нас в реальном времени член правления Института современного развития Евгений Гонтмахер. Гонтмахер, подводим итоги уходящего года. Евгений Шлемович, а как вы считаете, решение, которое принято по... Это, опять-таки, ваш блок вопросов, коррелируется с САЛКОЙ под предлогом необходимости пополнения бюджета, госбюджета и покрытия дефицита бюджета ПФР? Значит, мы переходим, да, с ЕСН на страховые взносы. Плюс, значит, у нас пошла дискуссия о том, что НДС надо менять в сей с тем, что в бюджете не заложены анонсируя, проанонсированные уже мероприятия. Мне, конечно, цинизм некоторых чиновников потрясает. И я всегда говорю, ребята, а вы по-взрослому вообще руководите страной? Или как-то вот в игрушки играете? Но это все-таки патетика, да? Я хочу понять, вот с вашей помощью все-таки профессионала, эксперта в этих вопросах, насколько далеко в тень может уйти малый и средний бизнес? Потому что мы понимаем, да, по фондам оплаты труда, особенно компании с высокой добавленной стоимостью, то, о чем всегда говорилось, это очень сильный удар. Там попытка господина президента нивелировать части IT и так далее, высоких технологий. Но еще посмотрим, как это будет все администрироваться. Потому что вот до меня доходит сведение, что налоговым инспекциям уже даны определенные поручения по сравнительному анализу фото в 3-4 квартал 10-го года, 1-го квартала 11-го года. То есть мы понимаем, о чем идет речь, да? Вот ваш взгляд, насколько далеко это все может зайти? Ну, я бы сказал так, что, конечно, каких-либо взрывных эффектов не будет. Ну, то, что, знаете, иногда говорят, вот там какие-то сотрясения, в один день кто-то куда-то выйдет. Нет, этого не будет. Значит, у нас и так, между прочим, доля людей, которые заняты в малом бизнесе, а там в основном, конечно, у нас теневой оборот, мы это понимаем. Потому что, ну, конечно, на крупном предприятии, где работают тысячи, там сотни людей, там все-таки, как правило, бухгалтерия вся белая. Ну, и те же налоговые службы и так далее. Ну, там есть другие формы, как можно заработать деньги, отводя в какие-нибудь дочки и так далее. Но если мы говорим просто вот... И что очень активно используется. Да, да. Но если мы говорим, допустим, о малом и отчасти среднем бизнесе, то там, конечно, вот эти схемы давно используются в конвертах. Ну, по оценкам Росстата, я ссылаюсь на Росстат, у нас в Тене находится сейчас... Ну, они очень такие осторожные. 20-25 процентов зарплаты. Но это не учитывает, конечно же, тот сектор, который, ну, вообще официально не существует. Ну, когда вот, условно говоря, вы едете в такси, да, и вы человеку даете деньги, он вам, конечно, никакой квитанции не дает, и никаких налогов он не платит. Никакой лицензии на оказание подобных услуг он не имеет. Ну, хорошо, но вы едете в маршрутном такси. Когда вы последний раз брали билет? Вы передаете деньги... Я просто подумал, когда я последний раз в маршрутном такси. Ну, я иногда езжу, значит, вы передаете водителю, он кидает там куда-то в какой-то карманчик, вы едете, то есть я же понимаю, что он потом... 10 тысяч рублей в месяц. Все. На самом деле, конечно, он зарабатывает больше, потому что они делят эти деньги, ну и все. Но... Такой пример из жизни. Да? Такой пример из жизни. Слышишь, какой? Такой. Такой, да, да, достаточно распространенный. Кстати говоря, у нас общественный транспорт же сейчас замещается в очень многих городах вот этими маршрутками, фактически, или маленькими автобусиками, которые ходят уже вместо обычных автобусов. Вот. Так у нас вообще доля малого бизнеса, вот тех, кто занят там, где-то порядка 25-30%. Это немного. Кстати говоря, в странах, которые считаются современными, ну, я не знаю, можем ли мы, конечно, брать их за модель. Ну, Германия, например. Ну, может, у нас модель другая. Может, у нас что-то не Америку назвали. Ну, не знаю, Малайзия. Я не знаю, может быть, это и то. В Малайзии, кстати, малый бизнес очень развит. Так вот, ну, эта страна пока еще слабее России. Но в Германии больше 60% работает в малом бизнесе. В общем, вы понимаете, что такое малый бизнес? Это же не только будки, где морковкой торгуют. Это же вот все вот эти инновационные дела, все эти консалтинги, все эти бизнес-структурки и так далее, это там. И вы говорите, как это может ударить. Значит, вот эти 20-25-30%, которые работают в малом бизнесе, да, там вот ходят из-за, кстати, во многом вот этого давления административного, там ходят деньги, конечно, не в белую, а в серую и прочее. Потому что мы знаем, ну, вот сегодня мы уже поминали, там, триллион рублей, которые платят в виде взяток. Я думаю, что это тоже верхушка айсберга. И так далее. Что произойдет? Я думаю, что малый бизнес у нас и дальше будет потихоньку отмирать. Причем какой малый бизнес? Даже вот этот очень маленький. Который не аффилирован с чиновниками. Понимаете? Я говорю, я... Пытается работать, может быть, даже, может быть, в белую. Пытается. Кстати, даже вот те IT и прочие компании, которые получат послабление, для них все равно идет повышение. Просто оно не до 34 будет, а 26%. Сейчас же они меньше платят. И то, и там вводится временной лак. Да, да, там временный. Там два года переходный период, да. Так вот, эти люди, они просто, что называется, обналичие своей активы. Вот. И эти деньги, которые они получат. Без папаса. Это преступление по отношению к малому и среднему бизнесу. К собственной экономике. Это преступление по отношению к нашему обществу. Потому что, во-первых, это рабочие места. Я понимаю, что у нас такая статистика, она это учитывать не будет с точки зрения безработицы. Потому что эти люди, ну, вы сами понимаете, они пойдут регистрироваться на биржу труда. Не пойдут. Вот. У нас, кстати говоря, неизвестно, где работает порядка 20 миллионов человек в стране. Вообще в статистике. Вот просто неизвестно. У нас вся статистика ведется по крупным, отчасти средним предприятиям. Это вообще, понимаете? У нас есть регионы... Но при этом они где-то работают. Да, вы знаете, вот я недавно прочитал очень интересную стадию про Дагестан. Очень большую есть, очень большая, очень крупная отрасль, где работают очень много людей. Знаете, какая? Какая? Свадебный кластер. Свадьба чиновника, чиновника, стоит не менее 500 тысяч рублей. Когда он выдает замуж, там, дочь, там, сына, не менее 500 тысяч, значит, под это же должны быть какие-то заведения, еда, свадебное платье, машины, там, и т.д., т.п., т.р. И вот, что называется, вот, ну, вы понимаете, что... Ну, молодцы, креативно. Нет, молодцы, нет. Я же не против, чтобы были шикарные свадьбы. Если есть такие деньги, то надо понять, откуда, да. Вот. Просто к тому, что, вот, экономика у нас, она, вот, для какой-то части, кто имеет отношение к Газпрому, она, конечно, будет нормальной, ну, относительно, да. Как я, вот, недавно в статье написал, читали вы или нет, но мы раскалываемся на две России. Одна Россия, вот такая, для которой, собственно, модернизация и делается. Те, кто имеет отношение к экспорту сырья, там, еще к чему-то. 15-20% населения, да, все нормально, там, свои больницы, свои школы, своя инфраструктура. Своя Россия. Досуга, вот Сочи, например. Кто туда будет ездить, там, после Олимпиады? Остальные люди, вот, они будут где-то как-то, вот, в какой-то непонятной экономике существовать. Понимаете? Потому что в этом свадебном кластере, я думаю, что официальной занятости очень мало в Дагестане. Я думаю, очень мало, понимаете? Вот. Там же вплоть до того, что где-то заказываются какие-то барашки, я думаю, в каком-нибудь дальнем ауле, который, значит, кто-то там их выращивает, кто-то что-то... Понимаете, все получают какую-то копеечку. Там даже есть в этой статье цифры, прикинутые, там, какие-то миллиарды рублей, которые крутятся в этом деле, понимаете? Но при этом официально это нигде не проходит. Официально Дагестан, это, конечно, очень крупный получатель денег из федерального бюджета. Я не говорю, что не надо им давать деньги. Нужно, конечно, давать деньги. Но, тем не менее. Вот. Поэтому, а вот вся остальная экономика будет вот такая. Понимаете? Я вот как сейчас помню, в 90-е годы, в начале 90-х годов, в одном городке, в Нижегородской области, там был какой-то оборонный завод, он закрылся. Оказалось, что люди выживают. Они стали рыбу ловить в речке и продавать ее, что называется, на трассе, которая там, ввозить тот же там Нижний Новгород и так далее. И они все нормально выжили. Выжили, да. Но минуточку. Причем тут инновационная современная экономика? То есть я рад за этих людей, действительно. Я боюсь, что у нас 80% людей... Я думаю, что эти люди с этой рыбой не очень платили налоги. Мне тоже кажется. Вот у нас 80%... Можно положить, да. Да, вот 80% экономики у нас будет примерно такой. То есть неформальный, во многом натуральный. Когда, знаете, вот натуральный товарообмен. Вот я произвожу рыбу, ты производишь там еще что-то, и мы с тобой где-то на каком-то перекрестке, собственно говоря, меняемся этими благами. Потому что мне рыба тоже нужна, хотя я ее не произвожу. А тебе нужно там... Я не знаю, я произвожу какие-нибудь коробки. Там сбивай ящики. Я даже боюсь припомнить какой-то век развития мировой экономики. Ну, это, скажем так... Подобное ремесленническое разделение труда. Ну, это 19. Это середина 19 века до начала крупного промышленного производства в западных странах. Слушайте, ну это весело тогда получается. Наши гениальные чиновники вернулись в страну... Возвращают. Возвращают. Усиленно возвращают. Совершенно правильно. Это вот туда. Нет, подождите, Евгений Шевчанович. Вы сказали, есть еще один вариант. При этом 15-20% это абсолютно встроенный в западный кластер со всех точек зрения населения, которое живет по этим стандартам. Да, все окей. Либо, вот как вы сказали, есть еще вариант. Это аффилированное сотрудничество с чиновниками. Тогда любой малый, средний, крупный бизнес будет себя комфортно сочувствовать. Вы знаете, я был в одном городе, областном, не буду называть. Сейчас про ситуацию стало немножко лучше. Но я как-то вышел там днем погулять. Ну, там был перерыв какого-то мероприятия. И иду по этому областному городу. Не северный Кавказ. Это вот здесь, недалеко от Москвы. Центральная Россия. Да, да. И вот смотрю, что-то странное. После Москвы я вижу какой-то странный ландшафт. То есть город хороший, там дома, все. Ни кафе, ни магазинов. Ничего нет в центре. Просто. Ну, пару ресторанов, знаете, таких, где, видимо, гуляют какие-то там крутые люди. Я возвращаюсь и спрашиваю местного начальника. Слушай, так скажи, не знаю, а что тут произошло? Почему у вас нет там кафушек? Вот зайти кофе попить-то. Даже не говорю про интернет там. Ну да, просто кофе попить. Молодежь, вот молодежь. Вот че его... Он говорит, ты знаешь, невозможно открыть. Тебе сразу скажу. Открывают только по разрешению неких там начальников, которые в этом даже не областных, а городских. Вот они не хотят конкуренции. Вот у них есть там сеть. Ну, есть какие-то кафе где-то там есть. Но их мало. А зачем им конкуренция? Магазины. А зачем им конкуренция? Они держат те цены, которые хотят. Понимаете, вот малый бизнес, он попадает в нашу статистику, да, там все нормально, все хорошо, понимаете. Я в шоке. Нет, ну это... Там сейчас стало немножко лучше. Сразу хочу сказать. Потому что губернатор сменился. Губернатор сменился. Стало немножко лучше. Это я знаю, но... Это хорошо там губернатор сменился. Но система не изменилась. А система... Ну хорошо областуется. Возьмите даже не областной, а город второго ряда в каком-нибудь области. Ну, слушайте. Я бы сказал так. Кущевка только не в смысле криминальном, а в смысле экономическом. В той же самой Кущевке. Уверен. Там сейчас, конечно, не копают чисто экономически. Там, слава богу... Не слава богу, а плохо. Там копают эти убийства. Но если когда-нибудь докопаются, как жила вот эта Кущевка с точки зрения экономики, вот ровно это и выявится. Потому что все вот это сращивание, да, то есть любой бизнес вот в этой Кущевке был возможен только если какой-нибудь местный начальник не дал бы на это разрешение. Там начальник милиции, там какой-нибудь прокурор, там еще кто-то. А без этого ты приехал туда и какое-то дело начал. Да тебе же со мной в два счета. Кстати, там и убили какого-то... Вся Россия сплошная Кущевка. Там какого-то фермера, собственно, и убили за то, что он пытался, по-моему, быть самостоятельным. Понимаете? Это классический... Вот абсолютно классический случай. К сожалению. Вот наша экономика, за пределами, я повторяю, Газпрома, там, Транснефти, там, Роснефти, там, Лукойла. Или даже РЖД. РЖД, ну, хорошо, там, какой-нибудь там АвтоВАЗ, там, КАМАЗ, там. Да, там другое. Но вот все остальное, вот оно вот такое. По вашему мнению, вот скажите мне откровенно, Евгений Шкальмич, вы в следующем году социальное недовольство ожидаете, вот, которое может выплескиваться? Ну, манежка не манежка, но... Нет, нет, манежка это не социально, нет. Нет, социальное недовольство с точки зрения того, что люди заявят о каких-то своих социальных проблемах, думаю, нет. Почему? Потому что, ну, год предвыборный. Ну, это же очевидно абсолютно. Этот и 12-й год. Вот, и мне кажется, что, наверняка, все деньги, которые еще есть, какие-то же есть запасы, они, конечно, будут использованы на то, чтобы вопросы все закрывать. Причем, я вам скажу так, мы же сегодня много о бизнесе говорим, а у нас почему-то говорят, что вот у нас есть еще там, ну, правда, кончается резервный фонд, да, есть там фонд национального состояния, там, есть колоссальный резерв, который еще до конца не использован. Это наш большой бизнес. Ну, вы же слышали, господин Абрамович, что было сказано? Ну, кумелиар, гони на чемпионат мира по футболу. Значит, нет. Он уже сказал, мне надо думать. Ну, хорошо, пусть будет долго думать, я чувствую. Да, долго. Даст. По крайней мере, на следующий день после этого заявления господина премьера пресс-служба официальная, пресс-служба Абрамовича сообщила, что он не собирается строить стадион в Подмосковье. То есть это пресс-релиз я держал в своих руках. Я думаю, что вклад будет. Но посмотрите, Сочи. Ну, может быть, действительно, там некоторые наши предприниматели сами лично захотели вложить деньги. Возможно, возможно. Но если говорить с точки зрения общей, то вот это еще не тронут резерв. Вот этим крупным бизнесменам, которым вообще сложно уехать, на самом деле. Потому что все-таки, ну, вы понимаете, у них большие же активы, состояние. Ну, в чемодан же не положил. Хотя часть уже вывезена туда. Но, тем не менее... Все не увезешь. Все не увезешь. Все не увезешь. Значит, и, конечно, я думаю, что им и говорят уже... Ну, вот так называемая социальная ответственность. Понимаете, есть такое слово. Очень такое интересное слово. Вот. И я думаю, будет сказано. Вот как, если увидят, что кончаются даже вот эти небольшие загашники, которые сейчас... Ребята, вы на чем получили вообще свою собственность? Нет, подождите, Евгеньевич. А залоговые аукционы... Нет-нет, Юра. Ну, понимаете, народ будет рукоплескать. Рукоплескать. Отлично. Ну, так, если по этой логике, кстати, по понятиям. Это как раз по понятиям. Я тебе дал, да, возможность. А теперь верни немножечко. А теперь, давай, не верни, у меня чемпионат, Олимпиада, ТЭС, там, что у нас, массы проанонсированных мероприятий, да? Ну, тогда, слушайте, вот если в такой вот системе координат, ну, что вы тогда мало средний бизнес-то трогаете? Ну, отвалите от них. Ну, пусть они там барахтуются, эти 15-20 процентов. Они к вам не приходят в СОБЕС, они ничего от вас не просят. Они даже вам еще взятки платят, как выяснилось, в 1 триллион. Ну, я вам скажу так, почти уверен, почти уверен, что вот это решение... Я прошу прощения, да, но это вот именно по понятиям, да? То есть я выхожу сейчас за рамки закона и говорю, ну, ребят, вот мы так договорились, ну, тогда давайте не будем их трогать. Ну, вот давайте мы с вами, если через год будем живы, будем сидеть в этой студии, я тоже не сомневаюсь. Будем сидеть в этой студии, не знаю. И в этом я тоже не сомневаюсь. Слава богу, вы оптимист, я тоже оптимист, кстати. Так вот, вы посмотрите, что, уверен, что итоги, допустим, первого полугодия следующего года, они действительно покажут уход в тень. Но главное другое, они покажут, что с этого не состричь. Ну, есть же такой эффект. От повышения налогов или там взносов часто бывает обратный эффект. Даже как от снижения, кстати говоря. Я просто поясню слушателям в более таком законном варианте, это называется сжатие налогооблагаемой базы. Ну, да, да. А вот Евгений Шович говорит, не состричь. Ну, не состричь будет больше. Понимаете, вот эти разговоры, что мы соберем там более 400 миллиардов рублей на помощь нашему здравоохранению, это нужно, действительно. За счет увеличения на 2% пункта платежей ВМС. Ну, я понимаю, что 450 можно найти и в бюджете, и так далее. Но может быть ситуация, когда их не соберут за счет этих взносов. Так вот, будут разговоры о том, что надо поснижать. Особенно в преддверии, кстати говоря, тех же самых выборов. Что, ребят, ну, да. Неужели власть осознает ошибочность своих решений? Это, ну, бывает. А, бывает. Ну, бывает. То есть, какие-то послабления. Я думаю, что разговор, конечно, о повышении НДС вряд ли. Это 100%. Хотя, я думаю, будет более жесткое обложение на нефтяных и прочих дел. Я думаю, все будут руку плескать. А что касается малого бизнеса, ну, конечно, я бы сказал, на федеральном уровне, малым бизнесом, его обложением всякими там социальными обязанностями никто не занимается. Это дело местных чиновников. Ну, понятно, что какой-нибудь там мэр города, ну, что он пойдет к Газпрому местному, скажет, ты мне что дай, ты его пошлет. Это понятно. Куда подальше. Вот. А он обратится к тем, кому по силам он может обратиться. Да, вот какая-то местная компания, которая там вот работает, местные люди, которые в этом городе, что, ну, там, ребята, либо, ну, я не знаю, насчет взяток, это там отдельный разговор. Ну, давайте. Вот у нас, кстати говоря, там в таком-то городе же будет там какой-нибудь очередной там мероприятие, ну, чемпионат мира, ладно, это федеральная проблема, у нас будет там чемпионат России. Да, там, под дзюдо. Ну, так скиньтесь вон там, типа. Надо помочь. Да, вот там купите какие-нибудь татами, там, я знаю, кимоно, там, цветы, там и прочее. Нет, это все, вы сами понимаете, что для Газпрома это ничего не стоит, потому что это копейки. А для малого бизнеса, который считает каждую копейку, реально, который на грани рентабельности находится, даже вот со всеми его вот этими схемами серыми и так далее, они же, как правило, находятся на грани вообще нулевой рентабельности. Последний мой будет вопрос, вот одной фразой можете сказать, каким был 2010 год? Ну, 2010 год, это, конечно, год несбывшихся ожиданий. По 2011 году более оптимистично настроены? Ну, скорее, да. Почему? Потому что хуже, чем в этом году, не будет. Потому что следующий год тоже может быть годом несбывшихся ожиданий. Тоже это возможно. Но это будет примерно то же самое, что сейчас. Мы будем тогда говорить про 2012 год, когда будет там новый президент, ну, мало ли там чего. Ну, знаете, есть такие наивные размышления. Ну, придет новая метла, может быть, что-то сделает. Поэтому, ну, может быть, действительно, в 2011 году, я не знаю, конечно, здесь уже, может, астрологи вам помогут. Но, может, что-то все-таки... Не доверяю я им. Да, да. Но, может быть, тогда будем с вами радоваться, что, а, вот, действительно, что-то, может быть, сдвинулось. Может, есть какие-то там конкретные факты, которые мы с вами назовем, которые пока назвать сложно. Ну, вот на этой сдержанно-оптимистичной ноте мы завершим наше общение с Евгением Гондмахером, членом правления Института современного развития. Не только в сегодняшнем реальном времени, но и в 2010 году. Но, я надеюсь, в следующем году будем также обязательно встречаться. Это реальное время на радиостанции Финамофа.